здравствуйте уважаемые коллекционеры нумизматы просто любители хорошего антиквариата думаю настало время рассказать более детально о своем опыте в нумизматике именно немецких монет многие из вас знают что я собираю много лет больше 15 лет царскую россию собираю также параллельно советский союз сами понимаете большинство коллекционеров которые собирают царскую россию собирают как минимум рубли и полтинники советского союза но где-то пять лет назад я начал обращать покупая хорошие красивые яркие штемпельные царские монеты и советские что коллекционеры которые имеют своих клястерах альбомах царский материал нумизматический довольно часто имеют красивые немецкие дойче с рейх монеты пятерочки трехмарочники двухмарочники причем разные но к этому всему мы относились там пять-семь лет назад довольно так с иронией определенной также как мы смотрели и на морганы и на мирники как мы тогда ошибались но если бы я знал пять лет назад какие ценники будут на германию и америку сейчас я бы так не смотрел презрительно на эти монеты но где-то четыре года назад я начал покупать монеты покупать монеты одну в месяц одну в два месяца штемпельную красивую неважно какую тематику две три или пять марочек просто х по критериям штемпельности как я люблю начал яркие монеты покупать и как раз я вам расскажу постараюсь передать главную мысль как коллекционеру который имеет определенный опыт в нумизматике других тематик зайти например германию и сегодня будет первая часть посвященная германии большому разговору именно о простых монетках я вам все монеты которые показываю всем к ним прикреплю цены на сегодняшний день что плюс минус унцовая монета в состоянии ансеркулой этот стоит и что она стоила приблизительно три-четыре года назад там разница даже если смотришь долларе довольно значимая это приблизительно 30 40 процентов на простых монетах на редких монетах там все еще более интересно также вы сейчас видите и я тоже вам покажу как можно хранить эти монеты в капсулах в планшетках в альбомах но главное чтобы это все насыпью где-то в шухляде у вас не валялась и одна об другую монеты не соударялись дополнительно не получая повреждения также обращу внимание на структуру что можно и как собирать это я думаю важно когда вы приходите в новую тему например вы собирали что-то свое американские монеты или же вы собирали советские монеты многие собирают полтинники царские биллоны я в комментариях вижу меня люди спрашивают когда будет видео по биллоном по пилонам я могу много чего рассказать когда-то была коллекция лет семь назад у меня значимая я собирал 15 20 копеек по годам но сейчас продал сейчас я как раз обращаю внимание на германию я ее собираю из простых монет начинаем две-три марки толпа так называемая две-три марки мундир обычная голова вильгельма прусского дальше три столетия гугенцоллеров вот эти все вышеперечисленные мною монеты также вюртенберг также свадьба вюртенберга она была чуть раньше в этом видео эти все монеты как раз для начинающего новичка идеально подойдут для старта коллекции почему это монеты которые находятся в доступных бюджетах в пределах до 100 долларов или до 100 евро вы можете купить яркую красивую монету в основном даже по 60 70 долларов сейчас можно найти только не надо покупать все подряд еле живое взял и все а надо как раз простым монетам есть чрезвычайно важный нюанс который влияет на их покупку на принятие решения вами о покупке такой монеты а именно штемпельный блеск представьте себе что у вас есть три марки которые вы купили например в рабочем состоянии проходит какое-то время вы покупаете уже имея больше коллекционерского опыта следующую монету в штемпеле или увидели подобную или заменяете и вам нужно куда-то деть вашу первую монетку которая притерта которая там не имеет яркого блеска например с остатками вы стыкаетесь сталкиваетесь с тем что монета не совсем идеально и иногда даже тяжело свои деньги вернуть ну а другой вариант когда вы покупаете такую монету как у меня сейчас в руках которая вся переливается на котором яркий ядер радиальный штемпельный блески еще его называют лампочка еще его называют люстр когда монета с обеих сторон это тоже очень важно потому что бывает монеты одной стороны когда одна сторона с какими-то повреждениями другая люксовая так вот с немцами надо внимательно вот видите две марки тринадцатого года они в ярком штемпельном блеске с обеих сторон вот такая монета которую я держу в руках ее смело можно продать за 50 долларов также читая комментарии по других тематиках мне задают вопрос вот я называю цену готов ли я автор вот этого видео купить по такой цене такую монету если раньше я думал что цены я преувеличиваю то сейчас проанализируя анализируя те монеты которые покупают мои знакомые коллеги они не сбрасывают западных площадок какие монеты не приобретает на документах сколько они платят за доставку логистические страховые траты то получается что много вещей цен которые я называю они на немного даже занижены вот кстати следующая довольно простая монета три марки мундир с листьями одна из самых простых монет но вы обратите внимание какое у нее состояние штемпельная вот эта монета продалась больше 50 долларов там с учетом комиссии наверно даже где-то долларов 60 три марки обычная такая монета четыре года назад стоила 1000 гривен там например при курсе 27 28 сейчас при курсе 38 она стоит больше 2000 гривен при нашем расчете следующая монетка это пять марок вильгельм голова так называемая прусская проблема с этими пятимарочниками они как бы простые но конкретно этот образец не совсем часто встречается в состоянии потому что именно голова она бывает очень часто притерта и найти ее в живом коллекционном состоянии трудно потому что эти монеты много обращались я как раз сегодня показываю целый ряд вам простых монет есть германия очень редко и там можно всю жизнь собирать бюджет а не хватит но показываю попроще монетки для начала для начинающего коллекционера который заходит германию пятимарочник гугенцоллер это монета в слабе в унс деталях но не знаю на унс детали я не сильно обращал внимание потому что не на ней легкая зеленоватая золотистая патина монета выглядела просто бомбически это пятимарочник мундир так называемый без листьев тринадцатого года рядовая монета и такие монеты в украине продаются около восьмидесяти долларов дальше фридрих две марочки три восьмерки который мне удалось свое время купить около сотки продался за 125 и дальше вы можете видеть на своих экранах много много фотографий двухмарочников трехмарочников которые у меня когда-то были я улучшаю постоянно свою коллекцию чуть вижу ярче монету если она рядовая свою даже яркую продаю но покупаю себе еще ярче которую в перспективе например через несколько лет планирую монеты отслабировать потому качество яркость это одни из важнейших критерий наверное не буду сильно затягивать и рассказывать вам очень глубинно простых монетах простые мало бюджетные которые не требуют больших застрад в пределах 100 долларов можно купить начать потихоньку изучать подобрать каталоги и потихоньку ходить тему изучать подбирать землю которую вы хотите собирать пруссию или саксонию или баварию или потом все вместе в общем германия тема настолько обширная и интересная качество чеканки монеты настолько высокая что одни один восторг и единственная эмоция которая возникает плюс ценники не перегреты как царской россии или даже в советах рубли звездочки например двадцать первый год даже там м-63 там уже цены полезли в космос потому тема очень привлекательная обратите ваше внимание надеюсь почитаю в комментариях что вы по этому поводу думаете пожалуйста пролайкайте это видео распространите поделитесь своими друзьями коллекционерами ну а я по доброй традиции попрошу вас подписаться на канал пожелаю вам всем крепчайшего здоровья нумизматической удачи и мира нам всем до свидания уважаемые коллекционеры и и и и Продолжение следует...